Дэвид Чалмер сказал, мы будем ее обсуждать с философом Марией Секацкой и психологом Натальей Кисельниковой, где скрывается личность, что это такое. Вот этим вопросом будет посвящена эта передача, и я передаю слово Марии Секацкой, которая объяснит, как же философия понимает эту проблему. Вопрос о тождестве личности – это вопрос о критериях тождественности личности самой себе на протяжении времени. То есть по каким критериям, исходя из каких критериев, мы можем сказать, что личность, например, я сегодня, тождественно мне же, самой себе, пять лет назад, десять лет назад и так далее. А почему просто не сказать? Ну, я помню, что я – это я. Это так называемые психологические критерии тождества личности. Тождество личности на основании воспоминаний. Первый философ, который его ввел, был Джон Локк, такой английский философ, и он сказал, что «Как мы узнаем, что личность является той же самой личностью, которой она была до этого?» Очень просто. Это должно быть сознательное существо, которое помнит свои предыдущие состояния. Очень странно получается картина. Но ведь мы же постоянно что-то забываем. Это и есть некая проблема для психологического критерия. Сторонники психологического критерия его предлагают использовать не так строго. Они говорят, что нам не обязательно помнить всё, что было, но нам обязательно, чтобы между каждым нашим психологическим состоянием была некоторая связность, последовательность. То, что по-английски называется continuity. То есть наши психические состояния должны последовательно вытекать друг из друга. Так что не должно происходить такого, что если я, допустим, сегодня... То есть как в истории с доктором Джекилом и мистером Хайдом, почему мы склонны считать их двумя различными личностями, хотя они проявляются в одном и том же человеке. Потому что когда этот доктор Джекил является доктором Джекилом, у него один характер, одни воспоминания, одни привычки, и он совершенно не помнит того своего состояния, когда он является мистером Хайдом. Наталья, как вы считаете? Вот мы сейчас говорили о том, что воспоминания, какие-то специфические биографии составляют ядро личности, что личность остаётся личностью, поскольку одной и той же биографией обладает. Так ли это, например, в психологии? Существуют десятки определений, очень много теорий личности. И если мы говорим о тождестве личности, в каждом конкретном случае, в зависимости от того, как мы понимаем, что такое личность, этот вопрос будет по-своему решаться, и на него будет свой ответ. Но по поводу тождества личности, ещё сто лет назад русский психолог Георгий Иванович Челпанов, который основал первый в России психологический институт, такой исследовательский, он как раз по этому вопросу высказался. И он-то как раз считал, что нужно обязательно понимать, что идея тождества личности – это есть не что иное, как просто результат последствия умозаключения, а не непосредственного опыта или непосредственного какого-то чувственного восприятия. То есть это некая операция мыслительная, которую человек совершает логически, осознанно или неосознанно, на основе операции обобщения. То есть тождества – это те воспоминания, которые мы считаем, атрибутируем себе как… Да, это скорее избирательное умозаключение, которое совершает каждый конкретный человек. И поэтому Челпанов говорил о том, что нельзя говорить об абсолютном тождестве личности, но можно говорить об относительном тождестве. Хорошо, но вот несмотря на такую избирательность, получается, что картина личности, которую имеет человек внутри себя, она какая-то относительная. И получается, тогда какой-то абсолютной личности не существует в том плане, что я чувствую, что есть некое «я» внутри меня. Сейчас очень популярная теория диспозициональной личности, то есть как набор личных черт определенных. И существует очень такая популярная пятифакторная модель личности, которая включает в себя определенные вот эти черты, которые надкультурными считаются, ну там немножко варьируют в разных культурах, но тем не менее у каждого человека встречается. Да, и существуют исследования, которые выявляют поведенческие корреляты, ну то есть то, как проявляются в поведении эти черты личности. Они довольно устойчивы во времени, они позволяют делать некие предсказания о том, как человек будет себя вести, и как будут выстраиваться отношения по отношению к нему других людей. Есть биологические корреляты. Мы говорим, что какая-то личность обладает, то есть не личность, а человек. И внутри него как будто бы семейство, семейство настоящее живет. О чем будет речь? Что имеет в виду психолог или философ, который говорит, что есть расстройство личности? Вот что именно переживает расстройство? Ну, если, например, сейчас стоять на вот этой позиции диспозициональной структуры теории личности, это означает, что человек обладает неким профилем этих выраженностей личностных черт. Их там, вот если взять пятерку эту большую, это экстраверсия, это открытость опыту, это доброжелательность, это уступчивость, это часто как синонимы здесь используются, это сознательность или добросовестность, так, модель Ocean, что я не перечисляю, не эротизм, а как эмоциональность. Вот пять таких черт личности. У каждого человека они выражены по-разному, то есть такое сочетание. Есть, можно построить личностный профиль. И подразумевается с этой точки зрения, что тождество проявляется в том, что этот профиль, он более-менее не изменен в течение жизни. И действительно показано, что некий аналог этой факторной модели личности был в детском возрасте, про диагностированный, исследован. Действительно, те черты личности, которые проявляются в детстве, они более-менее неизменно сохраняются во взрослом возрасте. Я бы хотела для начала уточнить, что проблема тождества личности в философии понимается двояко. То есть как нумерическое тождество и как качественное тождество. И вот эта пятифакторная модель, она описывает качественное тождество. То есть что такое качественное тождество? Это когда вещь тождественна другой по каким-то свойствам. То есть мы можем сказать, что между двумя бильярдными шарами есть качественное тождество. Они одинаковые, они одинаково выглядят. Но между ними нет нумерического тождества, потому что это не один и тот же шар. Это два разных шара. И в этом смысле вот эта психологическая теория, как я ее понимаю, она отвечает нам на вопрос о том, какие бывают отличительные признаки личностей, по которым мы их могли бы классифицировать. Но она не может сказать нам, как нам узнать, что это не две... То есть это чисто философский вопрос, конечно. Как нам узнать, что это не две одинаковые личности, которые находятся вот здесь сегодня в точке А, а завтра в точке Б. А это одна и та же самая личность. То есть какие критерии сделают так, что это будет одна и та же личность? И здесь как раз есть... И это и есть вопрос о нумерическом тождестве. Вот почему важен вопрос о нумерическом тождестве? Это был тот самый вопрос, из которого изначально возник философская значимость этих дебатов. Потому что мы все хотим выжить, условно говоря, в терминах парфета. Мы хотим существовать и дальше. На вопросы о тождестве личности отвечали самые ранние теории, а именно религиозные теории. Личностью в этом смысле является душа. И как раз все были более-менее с этим согласны до философов нового времени, когда Декарт... То есть с чего происходит современный поворот полемики? Когда Декарт жестко разделяет сознание и материю. То есть Декарт... Я хотел уточнить, все-таки речь идет о носителе этих качественных характеристик. Да, о носителе этих характеристик. То есть от той... Философ использует термин субстанции. От той субстанции, которой эти характеристики принадлежат. Мы говорим, что есть профиль личностный. И нам, в общем-то, не важно. Этот профиль, он относится к какой-то одной субстанции или к нескольким, или еще там как-то... Естественно, научная ветка психологии ищет эту субстанцию в мозге. То есть сейчас очень много проводится нейробиологических исследований, которые на всяких коматозных состояниях или на состояниях расстройств психических или непсихических, непрологических расстройств смотрят, как, грубо говоря, если там отключить или подключить какую-то зону мозга или структуру мозга, влияет ли это как-то на сознание и на личность? Да, вот. Но сводить мозг, вообще считать мозг с субстратом, носителем личности, это было бы неправильно, это редукционизм. Ну, то есть, но это же не означает, что, например, личность может существовать без процессов мозга. Это не означает, но это не означает, что можно свести существование личности исключительно к процессам мозговым. У меня есть ремарка по этому поводу, что здесь как раз наблюдается схождение, я бы сказала, повестки философии сознания и психологии личности, потому что в философии сознания тоже есть два типа философов, редукционисты и антиредукционисты. Вот редукционисты, натуралисты, они скажут, да, личность тождественна мозгу. И я так понимаю, что вы не согласны с этим, и антиредукционисты с этим не согласны. Они хотят сказать, что по каким-то причинам, есть много разных аргументов, или, как они считают аргументов, как считают физикалисты, не аргументов, в общем, или безуспешных аргументов, но так или иначе антиредукционисты скажут, что есть много причин, по которым носителем личностных свойств не является мозг. То есть мозг необходим для того, чтобы личность существовала, но мозг только конституирует личность, То есть он является условием для её возникновения, но личность не тождественна мозгу. И если антиредукционисты в таком случае чаще всего прибегают к психологическому критерию, к тому, что Лок ввёл как психологический критерий. А что же тогда является носителем, если вы считаете, что мозг не является носителем? Тогда что же является носителем? Знаете, вот здесь в этом вопросе каждое слово вызывает у меня новые вопросы. Что такое носитель, что такое личность? Опять, потому что нужно понимать, что личность – это теоретический конструкт. Это понятие, это не то, что можно пощупать, увидеть, потрогать. Это то, что ввели учёные для того, чтобы объяснить, описать нечто в психической жизни человека, в поведении, в когнитивных процессах и прочее. Вот мы сейчас про что говорим, что что носит? Что такое мозг как носитель личности? Естественно, без мозга личности не будет. Мне кажется, в данном случае интересным рассказать про мысленный эксперимент Деррика Парфита, так называемый телепорт. Парфит пытается с философской точки зрения рассмотреть, что, собственно говоря, телепортация будет означать для проблемы тождества личности. И с точки зрения Парфита, его мысленный эксперимент покажет, что оба критерия, физические критерии и психологические критерии, недостаточны. Итак, в чём состоит мысленный эксперимент? Деррик Парфит рассматривает себя в будущем, когда телепортация уже изобретена. И люди пользуются ей как видом перемещения на большие расстояния. И Парфит просыпается утром, и ему нужно попасть на Марс. До этого он уже летал на Марс, но обычным космическим кораблём, занимает много времени, дорого, плохо. И жена ему говорит, ну так ты уже воспользуешься, наконец, телепортом, все нормальные люди пользуются, а ты нет. И он говорит, ну хорошо, ладно. Хотя его что-то немножко как-то смущает в этом, но тем не менее он приходит в телепорт, ему объясняет, что вы заходите в кабинку, нажимаете на кнопочку, на секунду теряете сознание, приходите в себя уже на Марсе, всё в порядке. Не волнуйтесь, Парфит приходит, заходит в кабинку, нажимает на кнопочку, и действительно, даже ничего не замечая, приходит в себя уже на Марсе, и всё хорошо, никаких проблем нет. Он понимает, что это отличный способ путешествовать, и дальше спокойно пользуется телепортом, пока прилетает на Землю, летает на Марс, значит, пока в один прекрасный день он приходит снова в телепорт, нажимает на кнопочку, и ничего не происходит. Он выходит из кабинки со словами, что-то сломалось, я по-прежнему здесь, на Земле. Они ему говорят, нет, нет, всё в порядке, вы на Марсе. А то, значит, у нас просто технологическая инновация, потому что как раньше работал наш телепорт? Раньше он полностью сканировал ваше тело здесь, значит, уничтожал его, а дальше из-за полной этой информации и подходящей материи на Марсе создавал точно такое же тело, у которого были те же самые психологические свойства, потому что мозг точно такой же. Соответственно, таким образом вы путешествовали на Марс. Но теперь мы решили внести технологическую инновацию. Мы больше не уничтожаем тело здесь. То есть вы на Марсе, но также вы и здесь. Значит, Парфит некоторое время думает, что это значит, как это он одновременно на Марсе и здесь, но тут к нему подходит доктор и говорит, ой, извините, знаете, у нас, к сожалению, проблема. У этой новой версии нашего телепортатора есть побочное свойство. Пока он вас сканировал, он нанёс непоправимый ущерб вашему здоровью. Так что вы через два дня умрёте. Но если хотите, можете поговорить со своей репликой на Марсе. Но вторая стадия, когда мы видим, что человек здесь не уничтожился, а там возник, мы понимаем, что это может быть не путешествие. Может быть, до этого было так, что Парфита в одном месте, так сказать, убивают, а в другом месте создают совершенно нового человека с теми же свойствами. То есть психологический критерий соблюдён, но нумерического тождества нет. Почему всё-таки Парфит, который... Ну, пусть будет несколько Парфитов, все они Парфиты, почему же не... Да, но понимаете, тождество – это логическая категория. То есть А не может быть одновременно не А. А если Парфитов одновременно два, то они могут делать разные вещи. То есть, например, один Парфит сидит, а другой стоит. Соответственно, если наше рассуждение нарушает правила логики, это означает, что мы неправильно используем термин. Значит, мы не можем говорить, что они тождественны друг другу. Потому что они обладают разными свойствами. Какой же выход может быть для Парфита? Он хочет сказать, что тождество – это вообще не важно. Это не важно, потому что то, что важно – это на самом деле психологическая связность. То есть вот тот самый психологический критерий, который выдвигал лог, это тот самый правильный критерий, только неправильно говорить, что это критерий тождества. Это критерий выживания. То есть Парфит вводит новый термин – survival. И он говорит, что то, что важно, то, что имеет значение – это моё выживание. Как же быть, допустим, с женой Парфита? Вот два Парфита возникло. И вот жена, как внешний наблюдатель, заинтересованный, очевидно, наблюдатель. Как вот она будет решать, какой же из них более настоящий? Но есть ведь ещё и другая проблема, но уже не такая смешная. Если мы говорим о преемственности психологической, и до момента телепортации и раздвоения их, у них была одна история и одна биография, но с этого момента у них уже начинается точка расхождения, потому что этот Парфит будет умирать, а этот будет продолжать жить, и у того не будет в истории вообще всего этого. И здесь уже не совсем тождественность. Правильно. Поэтому Парфит, Парфит-философ, который не ходил в телепортатор, третий Парфит, так сказать, базовый Парфит, он говорит, что это то, что он называет branching self, то есть разветвляющееся я. Он говорит, что в нашей обычной жизни пока что до сих пор случаев разветвляющегося я не наблюдалось, потому что все я, даже раздвоение личности и всё что угодно, они будут находиться в одном теле, и они не смогут, просто в реальности пока не наблюдалось этих свойств. Но, говорит он, ведь наука же развивается, и мы можем представить себе, что такая ситуация возникнет вот при описанной ситуации. И как быть в этом случае разветвляющегося я? Он говорит, что мы должны отказаться от идеи тождества, потому что понятно, что два я не могут быть друг другу тождественны, они разные. Но, он хочет сказать, отсутствие тождества не то же самое, что гибель. То есть, если я перестану быть тождественным самому себе в будущем, поскольку меня будет уже две, и один не может быть тождественным двум, с точки зрения Парфита это не важно, потому что то, что важно, это то, что я выжил в двух количествах, то есть меня стало даже больше. Мне кажется, он как-то переходит уже из такой философской области в область того, что важно, неважно, субъективно, лично, значимо для него. Но это уже другая вообще история, другая проблема. Вот интересно, а есть ли какие-то альтернативные точки зрения? Это тоже психологическая концепция, просто она развивалась в русле отечественной российской психологии, и личность понималась в каком-то смысле более узко, потому что под личностью, в общем, личность отражала такой ансамбль, набор социальных отношений, в который вовлечен человек. Вообще, конструкт личности был введен для того, чтобы подчеркнуть эту позицию человека как субъекта социокультурной активности, социокультурной жизни, вовлеченность его в социальные отношения. И богатство личности определялось богатством тех отношений, в которые он вовлечен. То есть, если так коротко и понятно говорить, личность – это социальное во мне. С точки зрения, если в такой перспективе культурно-исторической смотреть, то личность-то, собственно, и появилась действительно только после нового времени, когда человек оказывался в ситуациях выбора и принятие ответственности на себя за какие-то поступки. Когда он был не просто носителем социальных ролей, как это было в Средневековье, например, и вся его жизнь была определена и четко задана. А когда встал вопрос о том, что я делаю, какой я выбор делаю осознанно, и как я поступаю. И вот тогда рождалась личность. И тогда, ближе к концу 19-го, начало 20-го века вообще появилась потребность в особых практиках работы с личностью. Это психотерапевтические практики. Вот я слышал, что это также связано с тем, что в разных культурах есть разные расстройства личности. Да, есть некая специфика. Но означает ли это такая культурная обусловленность личности, что до нового времени, ну или может быть просто в более древние времена вообще ни личности, ни я не существовало. Вот мы знаем, например, что в шумерских трактатах и во многих других древних текстах отсутствуют притяжательные местоимения первого лица. Если стоять на вот этой позиции, диспозиционной концепции личности, тогда да, тогда безусловно личность была у всех. Более того, она, как я сказала, надкультурна, то есть она и сейчас существует даже в тех культурах, которые не называют это личностью, но тем не менее эти черты проявляются. Но если говорить о понимании личности как вот этом отражении социальных отношений, тогда нет. У меня несколько комментариев по этому поводу. То есть эта теория скажет, что... То есть эта теория, как я понимаю, если ее развернуть, она скажет, что на самом деле... То есть если личность это всего лишь языковая практика или культурная практика... Не только языковая, там более широкая, конечно. Ну культурная, языковая... Ну все-таки в данном случае аргумент был просто про язык, что вот нет способа... Ну и же как отражение определенных систем отношений, безусловно, да. Все равно ведь у этих обществ была какая-то культура. То есть, естественно, это все равно разница в культуре. То есть это не разница между наличием культуры и ее отсутствием, а это разница между определенным типом культуры и отсутствием этого типа. То тогда сторонники более как бы субстанциального подхода к личности, они скажут, что здесь просто речь идет не о том. То есть мы можем... То есть эти люди могли не говорить о себе, как я. Они могли там не брать на себя ответственность, считать себя частью семьи, например, да, и так далее. Но от этого не становилось менее верно, что они были личностями. Потому что, например, до какого-то момента люди не знали законов Ньютона. Но от этого законы Ньютона и там законы Эйнштейна не переставали быть описанием... То есть они были бы описанием реальности, если бы люди их знали. Они их не знали, но тем не менее законы работали. Да, это было бы все так, если бы личность была точно такой же реальностью, как падающие яблоки. Об этом и идет вопрос. То есть ведь, смотрите, как раз об этом и идет спор. То есть сторонники субстанциального подхода к тождеству личности, к разновидностью которых являются натуралисты, которые скажут, что личность – это то, что конституируется мозгом, они скажут, да, личность является такой же реальностью, как наш мозг. А что, если мы вообще уйдем с такого натуралистического рассмотрения природы личности и в духе буддистов, которые отрицают всякое существование личности и говорят, что я – это лишь иллюзорная субстанция, будем рассуждать об этом? Минимальный остаток личности, который остается против любого скептицизма – это личность мгновенная. То есть пока у меня есть какое-то сознание, пока существует некое сознание, скажем так, у меня – это уже сильный клейм, но он мне здесь не важен – пока существует некое сознание, которое само себя мыслит и считает себя личностью, оно не ошибается, потому что, по крайней мере, так устроена наша языковая игра. Мне кажется, мы тут еще встали на опасную дорожку отождествления личности и сознания. Да, это не совсем правильно, потому что не все в личности осознается. Очень часто вообще в личности очень большой пласт бессознательных проявлений. Не всегда осознавание сиюминутное… Мария привела пример, как можно выйти из этого логического тупика. Но если про жизнь опять говорить, то совершенно необязательно осознавание себя каждую секунду является критерием наличия личности. И всякие как раз эксперименты с людьми, которые в коме находятся, это показывают. То есть у них нет осознавания «я» в процессе, но, тем не менее, сохраняется их личность, и после выхода из кома они даже способны отдавать отчет иногда о том, что происходило, пока они находились в бессознательном состоянии. Ну что же, мы обсудили кратко проблему тождества личности. Может быть, ничего не решили, но, безусловно, продвинулись в понимании этой проблемы. И большое спасибо Наталье и Марии за интересный разговор. Субтитры создавал DimaTorzok